Уверенная стойка, ноги на ширине плеч, слаженные движения, самые сильные в конце колонны. Все это, по словам опытных спортсменов, поможет команде победить в перетягивании каната. Это древняя народная забава. До 1920 года она входила в список олимпийских дисциплин. Это испытание – одно из этапов соревнования физкультура. Оно ежегодно проходит в Дедиловском центре образования среди учащихся с 5 по 9 класс. Правила неизменны. Команды по 6 человек, 4 состязания. А вот инвентарь новый. Границы эстафеты, тренировочные конусы. На школьниках – специальные манишки. Такой подарок фонд развития Тульской области «Перспектива» сделал несколько дней назад. В учреждении появились новые футбольные ворота, два теннисных набора, кардиодатчики и секундомеры, спортивные гранаты. Всего 24 наименования. Были приобретены мячи и для баскетбола, и для волейбола. Также были приобретены необходимые дополнительные оборудования для проведения эстафет. А также был приобретен зимний инвентарь. Надеемся, что будет хорошая теплая зима, снежная, и ребята смогут заниматься лыжами. В Дедиловском центре образования учатся 144 школьника. Использовать новые инвентарь они будут не только на занятиях физкультуры, но и во внеурочное время. Ребята – постоянные участники районных чемпионатов по волейболу и футболу. Неоднократно становились первыми в играх между школами. К тому же в центре четыре спортивные секции. Занятия в оке идут до вечера. В том числе и в тренажерном зале. Восьмиклассник Иван Степанский вместе с друзьями занимается тяжелой атлетикой. Приходит на переменах потягать гири и штанги. Они тоже новые. Ну, этим оборудованием больше возможностей накачаться. На них можно вешать блины, которые регулируют весы. И можно подобрать для себя, какой ты хочешь. И в общем оно удобное. Дома у меня нет возможности, поэтому я могу ходить сюда и накачаться, стать здоровее и крепче. Фонд развития Тульской области «Перспектива» был создан по инициативе Алексея Дюмина. С апреля этого года уже реализовано 73 проекта. В школах региона появились новые кровли и окна. Скалодромы, стадионы и спортивные площадки. На очереди Щекина. В декабре в городе появится хоккейная коробка. Андрей Чаркин, Вадим Роженков. Первый Тульский. Первый Тульский.